Дорогие мои зрители, всем огромный привет! Обзор делаем в этот раз на видео уже Самвела Адамяна. Девочки, надеюсь, что вы все посмотрели уже его видеоролик. Называется «Не надо плакать». Ну, просто взрыв, да? Взрыв для меня был эмоций. Разнес Эдика в пух и прах. Обязательно, кто не смотрел, посмотрите. Видите, это сенсационное такое, могу даже сказать, не побоюсь этого слова, видео. Никогда Самвел напрямую вот так в лоб не обращался к Этику, но сказал в этот раз, что это послание в Белебе. Девочки, ну, как обычно, все по порядку. В самом начале играет такую сценку, плачет, рыдает. Томасика качает, как маленького ребятеночка. Ой, нам не отмыться, что ж мы будем делать, нам не отмыться. Плакал, плакал, наигранно я имею в виду. Над этим Томасиком пока не получила Томасика по морде. Томасик зарядил ему лапой, я очень смеялась. Надоело Томасу слышать этот плач Ярославны. Девочки, ну, это было все постановочные такие сценки. И дальше, на полном серьезе. Ой, ребят, Севка обращается к Этику. Разобью так по темам, чтобы было четко, понятно, с чувством, с толком, с расстановкой. Значит, сначала он затронул тему, все-таки продолжается эта тема Кристин. Помните, я вам недавно говорила, что почему бы Этику не позвонить напрямую к Самвелу и не предложить стать крестным у какой-либо из девочек. Почему бы это не сделать, чтобы там Севка не ляпал своим языком. Но я, наблюдая его долгие годы, уверена, что он всех своих родных любит. Как бы там ни было, Иру он любит, и маму он любит, и Эдика. Я уверена в этом, он любит Эдика. Повторюсь, я помню эти видео с вокзала, когда встречал Эдика, когда провожал Эдика, 15 лет не общаясь до этого. И сейчас уже в этом, вот сегодняшнем видеоролике Самвел наконец-то озвучил, по какой причине он не общался с Эдиком, это было его, то есть Эдика отношение к матери. Все вы помните, да, как он ей плевал в лицо, бил в лицо, оскорблял, ее проституткой называл. И вот, наконец-то, Сева сейчас сказал нам открыто, почему он не общался с братом все эти долгие годы. Но я уверена, ребята, он любит Эдика, Сева такой. Мне кажется, как-то я смею такое утверждать и говорить, что я где-то начала понимать Севку, его душу, о чем он вообще. Все вот эти вот постановочные видео, которые мы наблюдаем долго-долго, это все спектакли, ребята. И в этом видео он опять же это произнес и намекнул нам, что моя жизнь – это не спектакль. Я не строю какие-то, не ставлю постановки под названием «Моя жизнь». Я ее так проживаю. И мне кажется, вот так как он проживает эту жизнь, вот так как проживает эту жизнь его мать, вот какая она есть, вот так он и снимает, вот так он все и показывает. Конечно же, конечно же, не все на показ, не все. Где-то что-то остается за кадром. И тем не менее, за 7 лет зрители могли сделать выводы и разобраться, кто есть кто. И по поводу этих крестин, у меня скрипит стульчик, если вы услышали, прошу прощения. И по поводу этих крестин, все-таки мне показалось, что Сева ждал этого звонка. И если бы ему предложил Эдик, он бы не отказался и с удовольствием был бы крестным одной из своих племянниц. Мне так кажется, я могу ошибаться. И Самвел говорит, что надо, Эдик, уже в свои 43 года быть, а не казаться. Делать то, что ты считаешь нужным и то, чего ты хочешь, а не так, как надо. Сева открыто говорит, что, скорее всего, Эдик совсем не хотел этих крестных, этого Валерчика с этой Римой. Скорее всего, он намекал на себя. Мне так показалось. Вы напишите, конечно же, свое мнение в комментариях и выскажите свою точку зрения. И сказал, делай так, как ты считаешь нужным, Эдик. По поводу этих яиц. Да говорит, быть мужиком, это не значит иметь два яйца. Говорит, да сними ты уже свои эти два яйца и покажи видео. Да, чтобы все заткнулись. Потом удалишь это видео. Для Самвелла это очень легко и просто. Девочки, я в шоке была. И смешно, и грешно. Но где-то вот зерно правды в его словах есть. Говорит, что ты, блин, вот это вот только голову закрываешь руками и плачешься все время. Эдик говорит, самое главное быть, а не казаться. И когда мама тебе трындит по телефону, там катит бочку на Самвелла, да, надо не молчать и не плакаться, не говорить. Мамка, я для тебя все сделаю. Говорит, уже все давно, им давно сделано. Давно уже, Эдик, все сделано. А кем? Самвеллом. А обещания твои, ну, как бы гроша ломаного не стоят. Когда ты, что ты собираешься сделать? Все уже есть у этой мамки. Да, говорит, она жадная. Да, она может кого-то там обосрать. Да, это все правда. Но тема следующая – отмыться. Как же от этого отмыться? И здесь Самвелл тоже говорит, не надо, Эдик, от этого отмываться. Она такая есть. Это ее жизнь. У каждого человека есть свои какие-то пороки, есть какие-то свои скелеты в шкафу. Мы не идеальны. Человек так устроен, так создан. От этого отмываться не надо. Не надо отмываться от того, что там мамка плачется ему в трубку, я останусь анакондой, тюремщицей, как меня обзывают зрители, алкоголичкой, как говорят зрители, анаконда-кличка. Кстати, Самвелл сам придумал эту кликуху, снимая какие-то сценки глупые с матерью. Помним все это, да? Но Сива говорит, что отмываться от этого не надо. Здесь ничего такого нет, это не преступление. Она такая и есть, эта мать. А отмываться надо вот от той кукурузницы, от вот этой клички. И здесь Самвелл уже высказался в сторону Валерчика, знаменитого Валерчика. Я читала девочки в комментариях не один раз, как там его нахваливают этого Валерчика, и он самый красивый из всех детей, и он такой грамотный, и умный, и с образованием. Может быть. Но гнильцой попахивает от этого Валерчика, ребят, и от этого никуда не денешься. И здесь Самвелла прорвало. И он высказался открыто. Говорит, мать имела право тогда высказываться против отца, потому что она осталась обиженная жена с тремя детьми на руках. Но, что бы ни говорила эта мать, Аршалуйс, по мнению Самвелла, я подчеркиваю это, Аршалуйс, по мнению Самвелла, не имел права обливать грязью свою бывшую жену, с которой родил этих троих детей. А уж Валера и подавно не имел права, как сказал Самвелл, сувать свой нос туда, где он вообще ничего не знает, не разбирается и не в курсе тех событий, которые происходили тогда в семье Адамяна у Васильевны с Аршалуйсом. Аршалуйс, конечно, повел себя не по-мужски, опять же, это я так считаю. Мужики, настоящие мужики, ведут себя, ребят, немного по-другому. Но, рассказал Аршалуйс, все как было. Но Самвелл, девочки, еще должна сделать оговорочку сейчас. Это тот единственный момент, когда я ему не верю. Не верю и считаю это враньем, то, что он сказал, что мать начала гулять, встречаться с Аршалуйсом, будучи уже в разводе с Валентином. В это я не верю. Я не понимаю, как они могли развестись, когда Валентин был в армии. Я не понимаю, как это она быстро, после одной открыточки или письма какого-то побежала в ЗАГС. Да, вы скажите, не было детей, могли развести. Побежала прям разводиться, живя тогда в селе, имея кучу физической работы, вот эти трудодни в колхозе. Молодая девчонка, вот прям все соблюдала законы, они прям сидели в голове, что надо сейчас быстро побежать, развестись. Потому что он там что-то не ответил в письме, или она обиделась на него, или он обиделся, написал что-то не очень приятное в одном письме. Я не верю в это, что она была в разводе. Это вранье. Опять же, это моя такая точка зрения. Как было на самом деле, мы никогда не узнаем. Ну, никогда. Я думаю, что было все намного проще. Поссорились там в письмах с этим Валентином. Там тут этот ара подвернулся. Сейчас вы начнете опять ко мне претензии предъявлять девочке. Не нужно этого делать. Все-таки он другой национальности. Давайте признаемся, что всегда у нас на Украине, в России там всегда считалось, что когда наши девчонки гуляют с лицами кавказской национальности, это так говорится, азербайджанцы, армяне, грузины, грузины, это считалось непорядочной девушкой. Но она, я не хочу сейчас опять к оскорблениям опускаться, но всегда считалось, что это какая-то профура, там, фойда, которая тягается с этими хлопцами. По какой причине? По одной, что эти ребята могли только погулять, да, поспать с девками. Но никогда, очень редких случаях, очень редких. Они не брали их замуж, они не привозили их домой, потому что там другие законы. Родители никогда не принимали наших девчонок в свои семьи. И так ведется и велось, и так всегда было. Только по этой причине. Так вот, девочки, возвращаясь к нашим баранам, я думаю, что было именно так. Вот начала там гулять с этим маршалуйсом, ну а потом закрутилась, завертелась, залетела, стала беременная, куда деваться. Ну вот и пришлось, как бы, расписаться, да. Так вот, Самвел говорит, что отмываться нужно от кукурузницы. От того, Эдик, нужно отмываться, что Валерчик ваш хваленый насмехался над матерью, и Самвела это очень задевает. Выставил ее в таком неприглядном свете. И опять же, Самвел этого не простил Валерчику, как ты, Эдичка, простил Валерчика и сказал Самвелу, ну я понял, Валерчика, потому что столько грязи было вылито на мою маму, Нурию. Севка говорит, никакой грязи на Нурию не было вылито, ее никто не обижал, не оскорблял, гадости про нее не говорил, хотя Самвел здесь тоже спорный вопрос. Помню я твои высказывания в сторону Нурии и высказывания твоей мамочки в сторону этой женщины. Ну да, потом она говорила, что, Васильевна говорила, что мы потом и даже спали там в одной кровати, не знаю, зачем это было нужно и по какой причине, но да, эти слова звучали, и как бы особого там гнева в сторону Нурии не было сказано. Она ее тоже жалела, что Аршалуйс такой козел, и она хлебнула с этим Аршалуйсом. Но, Севка, ты тоже забываешь, когда твоя мать обзывала ее алкоголичкой, как она пила, в каком свете вы ее выставляли, эту Нурию, было дело, было. Но здесь, ребят, я понимаю Севку, он горой стоит за свою мать. Вы скажете, так и Валерчик горой стоит за свою мать. Стоит. Но здесь Самвел защищает конкретно свою мать. И ты, Эдик, а Валерчик свою, да? А ты, Эдик, мог бы сказать отцу, не Валерчику и не Самвел, мог бы сказать отцу, «Знаешь, папа, вел ты себя неподобающим образом, не как мужик. Да, я тебя люблю, да, я с тобой общаюсь. Но ты не имел никакого права вот так вот высказываться в сторону матери. Это ты с ней состругал троих детей, значит, ты точно такой же, как и она. Это ты выбрал ее в жены, ты на ней женился. Значит, вы одного поля ягоды. Но хоть как-то Самвел призывает встать Эдика на защиту своей матери, чего никогда не происходит. И это, вот именно это Самвела очень возмущает, девчонки. В конце видео девочки там опять кривлялся Севка, покрывал голову руками, копировал Эдика, смеялся над ним и говорил, подумай, Эдик, сто раз, прежде чем принимать какое-то решение по поводу Кристин, подумай и будь, наконец-то, мужиком и прими правильное решение и сделай правильные выводы. Девочки, посмотрите, кто не видел у Севки этот ролик и напишите свои комментарии. Не прощаюсь надолго. Пока.